Меня зовут Майкл Фэрроу. Мне 21 год. Я учусь в математическом колледже. И я подозреваю, что люди могут читать мои мысли. Громче, пожалуйста. Телепаты очень любят живой ум. Особенно такой, в котором живут самые интересные на свете мысли. Поэтому я нахожусь в зоне риска. У тебя есть запасной карандаш? Ну, то есть, мне не нравится математика. Но я думаю, что она мешает чтению мыслей. Телепатам становится скучно, и они перестают читать их. Вообще, я стараюсь не думать, когда вокруг меня люди, особенно в тихих помещениях. Теоретически, если бы телепатия существовала, то вы, возможно, оглохли бы. Это бы… не знаю даже. Это для безмозглых. То есть, я понимаю, что люди вряд ли могут читать чужие мысли. Но, с другой стороны, разве глухой человек не может написать симфонию? Так почему в одной комнате со мной не может оказаться телепат? А, да. Это Чейн. Я стараюсь думать о ней по 16 часов в день. Но без толку. В моем воображении у нас был секс 32 раза. Восемь раз на моей кровати, шесть раз на ее, три раза на кухне, три раза в душе, на крыше, в парке, классе, кино, в лифте дважды, в машине, днем, ночью, на рассвете, закате, фотобудке, на космическом корабле. Было не очень. Но это она виновата. Было стрёмно. Кто это написал? Не так. Кто это написал? Джош? 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 Джош. 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 задница. Тед? Тед? Не, ясно. Это не ты. Орландо? Орландо! Поговори со мной. Давай, я знаю, что это ты. Тузу у Теда в пятницу. Передай дальше. Но только не Майклу. Майкл. Так, класс. На этом всё. А, и не забудьте принести задачи с 15 по 17 из учебника к следующему четвергу. Хорошо. Привет. Нет. Автор сценария и режиссёр Лена Цедыковская. Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевод Юрий Аркалов. Озвучили Михаил Дипалом и Ангелина Исаева. При поддержке Naked Science в 2016 году. Громче, пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова